Программа оказания помощи мамам и папам, у которых есть проблемы с трудоустройством, воспитывающим детей с ограничениями по здоровью многодетным родителям, одна из наиболее активно реализуемых Рассказовской службой занятости. Специалисты Центра занятости вместе с представителями КДН накануне навестили семьи, чтобы на месте оказать помощь в трудоустройстве и взрослым, и детям. В гости к Светлане сотрудники Центра занятости и представители комиссии по делам несовершеннолетних приезжают уже не в первый раз. Она многодетная мать, и ей трудно содержать семью, при этом находясь без работы. Ее искала неоднократно, говорит женщина, но ни в одном месте ее не устроил размер заработка. Слишком маленькую зарплату предлагали. У вас дети определены, мальчик учится. У меня дочь учится в колледже. Дочка у меня учится в детский сад. Мы вам вакансии вот сейчас дали, выписки, вы посмотрите их, но тем не менее все равно, подойдите к нам сегодня в Центр занятости и вам расскажут. Коля единственный сын и главная мамина опора. Помочь ей мальчик может уже в ближайшее время. Ему в Центре занятости готовы предложить несколько вакансий. Подойдете в Центр занятости, будет выдано направление, проведете беседу с работодателем. Да, и завтра может приступить мальчик. Сотрудники Центра занятости совместно с другими структурами оказывают помощь в трудоустройстве родителям, которые сами не могут найти подходящую работу. Помогают многодетным семьям, а также родителям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Такие визиты – обычный рабочий момент. Происходят они регулярно, отмечают сотрудники службы занятости. Сегодня мы привезли всем семьям нормативную базу, выписку из реестра вакансий, которые имеются у нас от работодателей. Для того, чтобы конкретно с каждой семьей поговорить, или маме, или папе, предложить ту или иную вакансию, имеющуюся у нас. В рамках программы, которая у нас в активной политике занятости, эти рабочие места сопровождаются финансированием. То есть работодателю возмещаются денежные средства за оборудование этих рабочих мест. Поэтому заинтересованность у них есть. По статистике Центра занятости, в половине случаев после оказания информационной помощи и беседы с сотрудниками, мама и папа приходят за направлением на трудоустройство, как правило, уже представляя, где желали бы работать. Мы с вами предварительно накануне беседовали на трудоустройство. Вы как-то определились для себя? Ну да, я сегодня приду к вам, вы мне дадите направление. Вы положительное решение вы приняли уже, да? Конечно, да. Тогда давайте так поступим в 107 кабинет. Сегодня вы приходите, вам сразу при себе имеет паспорт и трудовую книжечку. Сергей Николаевич скоро станет дорожным рабочим. Несмотря на желание, самостоятельно трудоустроиться у мужчины не получалось. В 47 лет взять его на работу никто не решался. Так что помощь Центра занятости оказалась весьма кстати. А то некоторые я обращался вам по рассказке, передаю тебе объявление. Я звоню, спрашиваю, сколько лет? Я говорю, 47. О, нет, нам надо молодые. Никак не мог устроиться найти. А вот пошел, сходил, мне направление дадут и пойду. Это уже конкретно. Там стоили 11, а это минималка. А там уже и выше. Да, да, и больше. Дочь Кристина тоже не против поработать и подзаработать, но надо решить некоторые проблемы с документами. Мама Артема воспитывает еще одного сына, у которого есть ограничения по здоровью. А сам Артем не так давно побывал на представлении в цирке. А в прошлом году ездил по путевке отдыхать в детский лагерь. Я телевизор смотрел. Понравилось? Да. А что больше всего запомнилось? Сказки читали. А что больше всего тебе запомнилось в этом лагере? Телевизор смотреть. На попечении Центра занятости и Комиссии по делам несовершеннолетних шесть семей, которым нужна помощь в трудоустройстве. Рассказовские работодатели готовы создавать рабочие места с учетом жизненных обстоятельств у родителей, чьим семьям нужна помощь и поддержка государства. Евгения Конобеевская, Алексей Шиповалов. Новости ТВ Рассказово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...